Наполнение и обработка заброса с помощью statement. В этом разделе мы посмотрим, как выполнить простейший заброс на уже созданной базе данных, которая содержит одну таблицу с несколькими степцами. Давайте посмотрим, как это сделать. Пускай у нас драйвер уже зарегистрирован. И сейчас connection создадим другим методом. Другой версии getConnection с помощью URU и объекта Properties. Объект Properties может быть достаточно большим, кроме User и Password. Параметров может быть достаточно много. Вот этих параметров достаточно для мой скейля, включая седьмую версию. От версии восьмой выше параметров будет еще штуки на 4-5 больше. Ну, давайте получим connection. Connection Connection И на connection из connection объекта, извлечем объект statement. У create statement есть еще пару перегруженных версий. О них поговорим несколько позже. Сейчас воспользуемся самой простой. Так вот, в данном случае можно использовать трайс ресурсами, чтобы не выполнять close. То есть, поэтому фигурные скобки открывающие поставим вот сюда. А трайс ресурсами так вот заменим трайс ресурсами. Вот такая вот запись. Ну, эти скобочки иногда можно перенести вниз. Вот эту точку запятой брать. Теперь можно выполнить запрос. Сначала создадим сквер-запрос в виде строки. сквер равняется select Ну, предварительно, что мы будем выбирать. Давайте взглянем на саму таблицу базы данных. Значит, у нас таблица с именем фонбук и там три поля id, фонбук, last name, font Мы заберем в данном случае все Значит, select можно, конечно, выполнять звездочкой, выбрать все но это крайне нерекомендуемо потому что при изменении таблиц способ обработки может помещаться, поменяться поэтому пишем имя id phonebook last name name запятая запятая фон from таблица фонбук фонбук точка запятая результаты выполнения запроса помещаются в таблицу с именем result set специальный объект для хранения результатов запрос выполняется на стейтменте statement.executequery теперь необходимо разобрать выполнение запроса значит, в результате сети будут три столбца все они нумеруются, начинаются с единицы способы извлечения это значит, существуют некоторые методы извлечения из результате сета значит, так как потенциально у нас это некоторые абоненты например, телефонной сети то для этого был созданный класс абонент сейчас мы его взглянем вот он, класс абонент которого один на имфон и соответственно конструктор сейчас мы им и воспользуемся этим классом так, воспользуемся этим классом значит, предварительно, естественно, помещать результаты будем в релист в лист релист лист абонент 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 назовем его абонент сенью эрелист так и в цикле будем извлекать результаты чтобы попасть в таблицу результатов нужно вызвать достаточно однократно вызова next а других методов работы с таблицей мы посмотрим несколько позже так и соответственно теперь в первую позицию у нас хранится целое значение вот так и объявим int id равняется нарезал сет точка get int значит, можно по имени можно по позиции позиция, как я уже говорил начинается с единички второе string name равняется page result set точка get string позиция 2 ну а третье давайте попробуем извлечь по имени int int number номер телефона равняется result set точка get int по имени имя если не ошибаюсь фон точка запятой далее нам необходимо этот объект создать и добавить в коллекцию add и сюда создадим нового абонента абонент и в конструктор нужно передать id name number так понятно, что next по окончании укажет выйдет из цикла выдаст false нам осталось только вывести результаты в консоль то есть наших абонентов вывести в консоль запускаем приложение и смотрим за результатом так вот наши абоненты успешно оказались в консоли вот фактически сейчас дано вам первое приложение понятно, что правила будут несколько другими оформления кода но последовательность действий в общем-то всегда должна выполняться выполняться и выполняться как это